Учителя недовольны тем, что происходит в стране, но мы увидели то, что профсоюзы все-таки подыгрывали премьер-министру Кареншу. Они сделали сценарий, по которому, да, пройдет шествие, а потом они сядут опять за стол переговоров с Кареншем и о чем-то договорятся. Но то, что они не прогнозировали, что эти учителя, которые собрались на Домской площади, начнут кричать Кареншем в отставку, начнут свистеть, начнут сказать, что он лгун. Откопит! 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 То, что мы потом увидели, что латвийское телевидение вечером, панорама, не показала именно то, как премьера высвистывал народ, учителя. Там многотысячная толпа собралась, учителей со всей Латвии, и отношения против премьера были понятны. Премьер, уходи, ты нам не нужен. Это то, что, увы, наше латвийское телевидение не показало. Это значит, что мы живем в диктатуре. Это значит то, что латвийское телевидение подыгрывает правительству, а не народу. Потому что это общественное телевидение. Она должна работать в интересах общества, а не в интересах премьера Каренша и президента Левитса. И потому, я могу сказать, что мы на правильном пути. Это первое такое большое событие, то, что сейчас люди увидели. Уже вскоре будет тоже митинг, протест со стороны медиков. И 27 мая в 3 часа дня у памятника свободы, это будет вселатвийский протест против Каренша и Левитса. Наша задача, чтобы Левитс не был бы переизбран, и чтобы после того, как падет Левитс, в отставку ушло правительство Каренша. Так что спасибо учителям, они начали этот процесс. Я уверен, что время Каренша и Левитса скоро закончится. Продолжение следует...